можно добавить по поводу вот приоритетов да вот утром допустим я сейчас ставлю себе умовские ролики самые сложные такие и я ставлю тайминг час ну потому что наш мозг он не может работать больше часа да он примерно 40 минут эффективно работает потом его эффективно снижается то есть я потом меняю полностью что-то другое делать там на турнике позанимаюсь там я сюда этого не дошла вот вот и касательно того что вот сделали какой-то сложный проект да вы правильному хер отметим на счет что максимум даже не часа 45 минут наш мозг может делать какую-то трудную задачу потом вот и и в книге мы помню читали что там у одного из героев да у него просто вот голова пухнет он уже не понимает а как все таки этот проект сделать как это по моему бизнес какое-то предложение для своих партнеров написать и что здесь помогает опять же да смена мозговой деятельности то есть надо что-то поменять не допустим стать из-за стола пройтись сделать зарядку поприседать в общем сменить физическую активность умственную на физическую да либо не знаю но телефон не советую залазить потому что если вы откроете телефон ваши все актеры из этого телефона как попрутся на ваш на вашу сцену что вам потом трудно будет даже эти 15 минут что вы посидели этих актеров вам потом трудно будет выгнать со своей сцены вы потом просто вы не сможете даже включиться вот честно говорю это очень трудно потом включаться если вы на данном этапе не такой не обладаете концентрации мыслей то вы не сможете выгнать вот этих всех актеров со своей сцены и все можно сказать ваш день потерян все на вашей сцене будет один актер из инстаграма другой актер из телеграма третий актер там из ютуба все и ваши мысли будут заняты уже вот всем вот тем что вы посмотрели в соцсетях поэтому как вариант для переключения не советую брать телефон но при условии что вы обладаете высокой концентрации мыслей да что вы понимаете что у вас там как пример могу себя привести да по своим проектам я знаю что у меня есть проекты в которых я чаты в телеграм чата в телеграме да за которые отвечают как можно даже быть какой-то степени включенной вот в эти чаты да но я не я посмотрела допустим да как вариант вознаграждения для мозга да я использую вот возможность включить телефон я включила телефон я не не для того чтобы просто там полазить посмотреть расслабиться нет я включаю телефон только чтобы свои определенные задачи посмотреть да что по вот этим по вот этим чатам у меня все нормально там нет никакой ругани там нет никаких споров да там все нормально и в принципе это и какой-то стимул для мозга да он от этого мы все понимаем что сейчас телефон способствует тому чтобы выработались какие-то гормоны удовольствия до того что уах мы взяли этот свой любимый гаджет в руки и как вариант вы можете использовать телефон чтобы вознаградить свой мозг вот но лучшее что я вам сейчас могу предложить это нейрогимнастика вот это шикарный инструмент который перезагружает мозг с одной деятельности на другую это первое а второе это возможность повышения или концентрации внимания я прекрасно понимаю что уже прошло почти больше часа и и концентрация ваша сейчас на том что я проговариваю вроде важные вещи она у вас снижается вы хотите вроде бы слышать вот таких полезных вещах о мозге да но так устроен наш мозг что практически вот прошел час уже да все наша концентрация начинает падать и мы сейчас уже не на точно не сто процентов и самого начала не было наш мозг не может на сто процентов улавливать все что он слышит вы сейчас слышите в любом случае то что хочет ваш мозг слышать и это тоже нормально потому что у каждого человека свои фильтры потому что каждый пропускает час эту информацию через свои фильтры восприятия и не факт что вы сейчас услышали ровно то что я вам говорю потому что вы пропускаете через свои фильтры а потом сейчас если я спрошу у вас а как вы поняли половина из вас перескажет совсем по-другому не то что я сказала почему потому что у каждого свои фильтры восприятия и чтобы быть чтобы все все это понимали мне надо чтобы вы все подстроились под мою волну но к сожалению ресурсы у меня ограничены у меня нет возможности сейчас всех заставить подстроиться и понять меня да и нет у меня такой цели моя цель донести хотя бы минимум и как-то вот благодаря этой информации помочь вам стать продуктивней благодаря знаниям о мозге то есть если вы знаете как работает мозг вы будете лучше им управлять вот сейчас из первой части мы уже для себя уяснили что наш мозг это сцена да на которой есть определенные актеры и не больше трех должно быть на этой сцене и концентрация вашего внимания сейчас она на минимуме тех кто сами с нами с самого начала так вот большинство бизнес тренеров предлагает именно нейрогимнастику вот если вы в течение дня понимаете что вот 45 минут прошло и вы не хотите допустим брать в руки телефон потому что знаете что вы не способны управлять теми актерами которые будут приходить из него из-за кулис и выходить на вашу сцену то лучше вы его не берите а сделайте вот эту нейрогимнастику потому что она во-первых внимание повысит во вторых она улучшит нейропластичность вашего мозга потому что мы знаем да что мозг он нейропластичен нейронные связи они не постоянны они постоянно меняются да и вот читала книгу еще про нормана дойч может кто-то еще читал о пластичность мозга очень классная книга где автор объясняет как можно восстановиться человеку после инсульта знаете да инсульт это заболевание при котором отмирают какие-то определенные участки мозга и человек не может допустим это участок мозга который не отвечал за движение руки да человек перестает работать рукой или там парализуется какая-то часть лица да все почему потому что в мозге какие-то участки клетки до отмирают они отвечали вот за конкретные вот эти действия так вот автор вот этой книги про нейропластичность да он говорит о том про пластичность мозга он говорит о том что нервные клетки они способны восстанавливаться они могут менять свою структуру и помогает вот в этом как раз таки вот этот процесс нейрогимнастики очень часто ее дают в садах детям у меня дочка один раз пришла и говорит мама мы сегодня вот такое упражнение делали такая смотрю думаю такие варе это элементы нейропластичность я говорю а с кем делали она говорит с логопедом и я понимаю что почему эти упражнения нужны для логопеда да логопед точно также пытается включить артикуляцию у ребенка да и она работает не через вот эти звуки а именно через ней через мозг через нейрогимнастику она и заставляет делать нейрогимнастику у меня ребенок разговаривает без единого дефекта речи у него у нее в принципе произношение отличное но я заметила что на нее эти упражнения тоже положительно влияют если другие дети там учатся выговаривать звуки то мой ребенок становится еще смышлене от этого и я для себя поняла что на самом деле надо вот эту нейрогимнастику включать прям вот каждый день как такая же физическая разминка у ребенка да или у вас то вот точно также должна быть вот эта нейрогимнастика потому что мозг имеет свойство да со временем стареть как и в принципе любой участок нашего тела но при условии что если мы с ним тренируемся да занимаемся если также какие тела да мы занимаемся точно также и мозг можно тренировать многие например используют кроссворды там всякие судоку и что-нибудь еще но лучшее что вот ясно на данный момент для себя поняла это вот эта нейрогимнастика вариантов куча начиная от для детей обычно это бывает гриб и березка да допустим одна рука прямая другая в виде грибочка и вот так быстренько быстрее быстро надо уметь одну руку подставляем под вторую вторую в кулачок да и вот чем быстрее вы это сейчас будете делать да тем значит пластичнее ваш мозг у кого-то это будет час допустим получаться труднее если понимаете что это упражнение проще для вас до делаем следующее до какой-нибудь есть еще вот зайчик и охотник и попробуйте быстренько зайчик охотник зайчик охотник да вот прям вот чем чем хуже получается тем лучше и это же упражнение улучшает зрение вы не представляете но вот эти нейро вот эта нейрогимнастика оказывается еще и работает со зрением потому что проходила тоже курс по зрению как улучшить зрение и там один одно из упражнений была вот это вот нейрогимнастика и вот когда вы понимаете что 45 минут прошло все ваш мозг уже отказывается работать до энергия уже упала вводите новый вид деятельности то есть это либо вот нейрогимнастику либо прошлись либо вышли на улицу да прогулялись по району либо сделали гимнастику там или книжку почитали но во всяком случае сменить род деятельности надо иначе мы устаем почему вот у кого-то течение дня да посмотрите одни работники сидят до шести на своем рабочем месте да кто-то умудряется находить вот эти всего лишь десять-пятнадцать минут для того чтобы поменять род деятельности и сохранить свою продуктивность за счет этого так дальше смотрите многие могут сказать да что вот расставлять приоритеты писать каждый день вот эти задачи для меня это трудно я не смогу но опять же это привычка если вы сможете ввести это планирование тайм-менеджмент каждый день делая это в течение двадцати одного дня минимум то вы сможете эту операцию из сознательного то есть чтобы написать сегодня свой план на завтра вам надо включить свое сознание вам надо сказать себе так завтра надо на завтра нам надо написать план вы включаете сознание и идиоте берете ручку и пишите а для того чтобы это делалось на автомате и ушло в подсознание вам это сначала надо прогнать в течение нескольких раз вот автор говорит что мозгу достаточно трех повторений да и тогда это уходит в позу постоянно запоминающие устройства но на самом деле да многие ученые говорят о том что это на это надо хотя бы минимум 21 день и тогда вот это действие планирование она начинает переходить в подсознание и в она делается не на сцене префронтальной коры вот обратите сейчас внимание что чтобы ту или иную привычку вид вниз внедрить да нам надо включать 5 процентов сознательного выводить вот эту вот этого актера планирования на сцену чтобы он сейчас работал и это забирает нашу энергию нам надо проделать это 21 день мы выводим этого актера до тех пор пока мозг не поймет о я же это делаю уже несколько раз я уже знаю как это делать мне не надо тратить энергию на это дай-ка я это отдам базальным ядрам то есть у нас есть в головном мозге такое часто как базальные ядра которые отвечают за шаблоны все шаблоны все установки которые в жизни повторялись несколько раз они уходят из сознания из префронтальной коры не уходят в базальные ядра и эту всю функцию забирает на себя они они тратят энергии минимум больше всего энергии мозга забирает сцена префронтальной коры запомните вот этот момент и вы поймете как внедрять ту или иную привычку если вы обладаете сознанием хорошей концентрации мысли вы сможете продержаться в течение 21 дня и эту привычку передать вы как бы делегируете от префронтальной коры в базальные ядра базы ядра да это вот участок вот автор тоже описывает этот участок в книге да он говорит что вот он отвечает за то чтобы какие-то постоянно одинаковые действия до выполнял брал на себя брали на себя вот этот вот эти базальные ядра и они тратили минимум энергии например вождение машины да как вариант вождение машины когда вы только получаете права вам нужно быть очень сконцентрировано иначе там на дороге в первый день в аварию можно попасть да а когда вы поездите один второй третий четвертый месяц поездите вы же понимаете о я оказывается могу когда виду еще и телефон взять еще могу кому-то что-то ответить да еще по сторонам посмотреть что там случилось кого-то что построили еще что-то новое да то есть мы понимаем что вот это операция нашей префронтальной коры вот этот актер ушел со сцены в базальные ядра то есть вот эту операцию на себя взяла функцию эту забрала базальные ядра за забрали базальные ядра и вы тем самым экономите энергию мозга на то чтобы эту задачу теперь делать ну вот эту энергию тратить на какую-то другую задачу таким образом вот внедряются привычки но из книги атомные привычки кто читал джеймс клира знают что привычки тоже не так-то просто внедряются чтобы внедрить привычку надо поменять убеждение с чего начинается привычка с убеждения допустим убеждение о том что я вообще не могу планировать вот у человека есть такое убеждение он говорит не люблю планировать вообще это это не мое терпеть не могу планирование вот это убеждение которое сидит у человека и надо работать с этим не с тем чтобы заставить себя вот все сегодня пойдем и будем заставлять себя и делать нет вот так вот бесполезно работать это так не работает надо работать с убеждением которое у вас сейчас есть по отношению к той или иной привычки к примеру вы хотите делать зарядку каждое утро и понимаете что у вас есть ищите то убеждение которое у вас есть которое мешает вам ее делать что сидит вот вас как вариант тоже сейчас дам упражнение из нейрогимнастики есть такое упражнение вот сейчас соедините все пальцы да вот так и попробуйте сначала вот эти пальчики влево вправо влево вправо потом следующие лево вправо лево вправо потом следующие и наблюдайте за состоянием своего мозга то есть вот эти по одному да мы сейчас понимаем что вот опять же пальчики пальцы руки да это второй мозг тоже говорят а кто-то говорит глаза второй мозг да потому что там большая часть информации через глаза но еще считается что рука объясню почему рука потому что 25 процентов коры головного мозга отвечает за действие руки ни одного другого органа в нашем теле нет такой такого процента коры головного мозга которая бы занимала за работу того или иного органа так вот когда вы это вот вот это упражнение используется топ-менеджерами у которых есть такие мега крутые проекты но они к ним не могут подступиться это вот упражнение одного из бизнес бизнес тренеров вот как он говорит как я работаю с топ-менеджером и пытаюсь найти их убеждения или как блоки сейчас модно говорить да в чем их блок на пути к тому кто или иной цели вот это упражнение через пальчики да то есть вы сначала смотрите вот как как тот или иной палец до работает в отношении легко ли ему да и наблюдайте за работой своего мозга и слышите свой внутренний диалог что внутри идет какие мысли идут какие актеры идут на сцену это самое простое да потом вы начинаете это делать то же самое с первыми двумя то есть все остальные пока на месте вы это делаете первый и первый и второй палец начинаете это делать и так смотрите и опять же смотрите за наблюдайте за реакцией своего мозга потом наблюдайте следующие пальчики да это будет допустим 3 и 4 и вы понимаете что вот вот уже где-то на каких-то пальчиках мозг тормозит он не дает делать это так же просто и быстро как это было в одиночку да то есть здесь уже какой-то момент есть и вот делайте 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 и до тех пор пока вот в этот момент будут приходить мысли это как вариант вот берите какой-нибудь проект или цель с которой у вас вот не идет час ее держите в голове и пытаетесь даете команду мозгу да вот через вот это упражнение запустить и понять где вот это убеждение которое меня останавливает так вот возвращаясь к трехдневному почему мы используем характеристики что такое характеристики да кто был на трехдневном знает для чего нам нужны эти характеристики они нам помогают поменять идентичность вот наши убеждения идентичность это наше убеждение что мы о себе думаем как какой мы сегодня до человек который допустим хочет делать каждый день зарядку у него убеждение в голове что допустим это долго или там у меня потом болят мышцы мне больно можно вот если вы выявите свое вот это убеждение да вы начинаете с ним работать в первую очередь противопоставлять ему то что будет помогать вам сделать ту или иную привычку например как вот привела зарядкой до убеждения что будут болеть мышцы вы говорите что я люблю заниматься спортом мне нравится усталость после зарядки да то есть вы противопоставляете тем убеждением которые у вас уже есть в голове вы противопоставляете им чем-то лучшим вот это вариант из характеристик то есть вы говорите что сегодня я допустим часто в трехдневном да какие характеристики берутся это там пантера там если кто-то очень медленный в своей работе да он на сегодня у него убеждение что он просто черепаха да он говорит что это нет я берет себе характеристику пантера я быстрая я шустрая да я быстро все успеваю делать и вот эту идентичность новую формирует и только когда сформируется вот эта идентичность человек уже внутренне перестроить свой мозг так что он себя идентифицирует не с черепахой а с пантерой которая быстрая и вот только на вот этим вот этом убеждении или на вот этой характеристики начинает выстраиваться привычка привычка делать все быстро вот как вариант да или человек говорит задает себе характеристику я там супер спортсмен там супер быстрый или что-нибудь его связано со спортом но при этом обязательно еще как как фишка да который шамихазрат говорил когда вы даете себе ту или иную характеристику наблюдайте за химией мозга то есть если эта характеристика заряжает вас да вы чувствуете что от произношения ее вам становится лучше химию мозга свою чувствуете что вам нравится эта характеристика вы ее берете и ну потому что характеристик можно же много дать себе да у меня характеристика была типа у меня плохая память я потом начал у меня типа я о я классно запоминаю и у меня там такая хорошая память ну можно как вариант да супер память я супер мега мозг быстро все запоминаю перевариваю там или там у меня голова компе но некоторые берут как характеристику да как компьютер себе да в голову но я не сторонник тоже я согласна шамихозратом я не сторонник вот это вот роботов и компьютеров хочется ассоциировать себя нечто живым что мы все-таки люди живые существа они вот такие компьютеры или роботы вот это что касательно работы с характеристиками да что прежде чем внедрить ту или иную привычку мы должны поменять свою идентичность а идентичность мы меняем через характеристики и подбираем именно те которые нас заряжают которые действительно помогают перестроить структуру мозга так что он сейчас чувствует себя тем человеком которым он хочет стать он еще не стал им но благодаря тому что он меняет идентичность ему проще потом менять привычку потому что мозг говорит я же уже пантера значит и привычка мне дается легче и соответственно быстрее потом идет процесс привычки по привычкам это конечно вообще отдельная тема это отдельный вебинар мне кажется можно брать прям книгу джеймс клира атомные привычки и по ней отдельный вебинар делать кому интересно можем потом как-нибудь рассмотреть а а а а